здравствуйте дорогие друзья хочу предложить вашему вниманию небольшое видео про то как заменить на ноутбуке hp pavilion wi-fi модуль почему возникла данная проблема вот у меня HP pavilion 17 дюймовый 109 ur ноутбук у него wi-fi модуль стоит broadcom там 1342 что-то м2 там и так далее в общем он работает очень хреново и поэтому решил попробовать поменять данный модуль существует несколько разъемов будьте внимательны если вы решите менять вай фай и своем ноутбуке есть разъем mini pci pci разъем m2 вот у меня похоже что разъем м2 так как у меня в аббревиатуре моего вай фай модуля внутреннего в общем стоит очень название присутствует в общем такие цифры буквы цифр как м2 вот я решил заказать в китае на алиэкспрессе вай фай модуль сейчас мы вот только пришел не терпится открыть вот поэтому тороплюсь сделать видео вот взял и и такой инклевский но они сейчас в общем то и на м2 вроде как все от интер вот что там трясется что мне там прислали вот как раз интересно посмотреть с таким звуком вот в данный момент я использую вот такой внешний вай фай модуль так как внутренний совсем работает криво то есть я там играю в игрушки там еще мне кое-что нужно 8 нужен непрерывный интернет а с внутренним вай фай модулем все время интернет прерывается и потом у меня сейчас роутер двухчастотный 2 4 гигагерца 5 гигагерц и я заказал модуль чтобы он был тоже двухдиапазонный чтобы была большая скорость передачи данных и как бы и чтобы интернет работал лучше кстати я сразу скажу что в своем ноутбуке вот в этом я уже поменял жесткий диск на твердотельный потом поменял вместо деви дюка у меня стоит его старый вот здесь до старый жесткий диск я поставил сюда вместо 9 рома потом увеличил память 4 гигабайт до 16 гигабайт и про все проект у меня снять видео выложен на моем канале так давайте откроем же этот чудо коробочку заказаны на али посмотрим что у нас тут имеется что-то твердое давайте посмотрим что такое так инсталляция инструкция по инсталляции даже и замечательно вот она возможно нам пригодится такая прям даже не ожидал что вот такого типа модуля видите и существует разные разъем у меня должен быть вот подобный вот этому но видите вот м2 описано что может быть пися экспресс вот в некоторых ноутбуков быть внимательно вот такие модули ставят вай-фай некоторые стоят вот такие у меня должен быть м2 вот как раз здесь есть hp ноутбуки вот это нового больше план пока отложим не будем вас утомлять тоже на предременно а это вот он сам такой вот модуль я вижу первый раз и никогда в жизни его не менял и вот это буду делать первый раз буду искать его в ноутбуке где он находится мы сейчас разберем с вами ноутбук посмотрим куда же он лепится вот и тут есть болтики вот искусим такая коробочка ладенько теперь нужно приступить к разборке ноутбука внимание есть темно тут вместо 9 привода вставлен такой вот его старый жесткий диск вот Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Он ее видит хорошо, хотя несколько хуже, чем обычный гудок, потому что это один и тот же роутер, но сети 5 ГГц немного хуже проходимости. У них есть одна стена, вот, подключено все к сети, причем, посмотрите, никаких дополнительных драйверов устанавливать даже не пришлось. Вот, и вот он, как выглядит, сейчас поближе подведу, видите, вот, спасибо, что смотрели мое видео, я не так часто их делаю, но я думаю, что они вам очень полезны. Спасибо большое за внимание, друзья, и скоро увидимся, до свидания.